Доброе утро! Немножко проясним. Расскажите о том, как вы познакомились, хотя бы немного, и о том, как получилось, что у вас сложился такой творческий тандем. Это было так давно назад. Так давно. Уже забыли, как мы встретились. Это было в 80-е годы в Петербурге, когда учились вместе. Тогда еще был Институт культуры. И тогда, можно сказать, студенческая дружба привела к студенческой свадьбе. Там мы и познакомились. А уже в Гродно оказались в 96-м году. И сейчас работаем в Гродненской областной филармонии и ведем самодеятельные танцевальные коллективы в Центре культуры. То есть сейчас это Гродненский городской центр культуры. Модерн и поколение Next. То есть вы танцуете и вы преподаете. А изначально, когда вы познакомились, вас тоже объединили танцы? Да, мы учились вместе в одном курсе, в одной группе. Хотя мы не танцевали вместе сначала. Это после свадьбы только начали танцевать вместе. После свадьбиного танца почувствовали, что можем танцевать. До свадьбы много было дискотек. Много совместных выступлений. Хорошо. Я хотела еще у вас спросить. Луна, мы уже с вами общались. И я всегда... Мне очень нравится ваше имя. Потрясающее имя. Что оно обозначает? Мне очень интересный вопрос. Если так по-русски сказать, это будет Луна. Луна. А это из итальянского блестящее. Тот, что блестит. Блестящая Луна. Нет, Луна означает блестящее. А вообще-то, я не знаю, это у меня отец меня назвал честь спутника, который Россия тогда запустила. Запустила в космос. Запустила. Вот. Луна называла. Поэтому я и Луна. Луна. Ну, блестящая, действительно. Вот это сейчас смотрим. Расскажите, а вот с чего все-таки началось ваше творческое сотрудничество, да? Может, вы помните какие-то ваши первые совместные выступления? Первый раз мы, как в институте, когда мы в курсе были, у нас были совместные работы, композиции и постановки танца. Да, и постановки танца. Вот тогда мы очень мало, очень мало. Но когда мы закончили институт, мы были распределены в театр. Но мы туда не пошли, потому что тогда была трудная жизнь, переходное время. В Петербурге? Да, в Петербурге, в Петербурге. Мы решили уже сами пробовать как дуэт. Развиваться. И здесь помогли нам там хореограф и постановщик. И остались работать в шоу Варьете. Тогда это называлось шоу Варьете. Там, возможно, было вот в шоу-программах участвовать. И наша совместная танцевальная жизнь началась... И как танцоры, и как постановщики. Но это же огромная школа, да, Варьете, там уже... Там преподавали джазовый танец, там преподавали современный танец. И приглашали хореографов из других стран. Например, тот хореограф, который принимал участие в Витебском фестивале международном, современной хореографии, Ферендаль. Да, он... Он преподавал джазовый и танец модерн в Петербурге. Но это все к тому, что была хорошая школа танцевальная. Нет, и еще сам Давид Авдиш, который потом был хореографом... Давид Авдиш, это хореограф нашей шоу-программы в Санкт-Петербурге. Нет, он потом был хореографом известного... У Плющенко. У Евгения Плющенко. Ледовое шоу, да, Плющенко, да. Его хореограф потом. То есть он готовил какие-то олимпийские программы, да? Нет, нет, тогда он был хореографом, вот Варьете, шоу. Он работал в консерватории и ставил спектакли танцевальные для консерватории, и также работал, подрабатывал в шоу-программах и был нашим хореографом. Давид Авдиш. И он дал нам это. То есть школа, на самом деле, очень современная. Нам повезло, что мы очень с известными людьми и артистами тогдашнего Кировского театра. Мы с ними работали, имели... Они нам подсказали многие... Занимались вместе на репетициях, чтобы повысить свой уровень, посмотреть. Очень много. Петербург нам дал очень много. В Гродно вы стали преподавать сами. Сейчас сами. Да, мы стали сами. Мы стали как артисты с 96-го года работать в филармонии. И решили пробовать как преподаватели, как постановщики. А что вам сейчас, ближе по духу, танцевать самим или учить все-таки танцевать? Конечно, танцевать самим. Но уже в возрасте... Проще руководить. Да. А творческая база находится у нас в Гродненском городском центре культуры с 98-го года. И это, конечно, творческая, хорошая база со студентами, с детьми. С детьми. Сейчас вот Луна преподает студию пластической хореографии поколения Next. Там с 9-8 лет приходят дети и до 14 лет развиваются, обучаются. У меня же студия современного танца Modern. И туда приходят уже разные возрасты, начиная с 16-ти и заканчивая до бесконечности. Вот я могу поделиться своими эмоциями, когда я там занимался в молодежном театре. Постоянно, я помню, вы выступали на сцене, но и постоянно, конечно, из класса в класс таким встроенным рядом перебегали вот такие вот девчонки, маленькие девочки. У них была потрясающая жесткая дисциплина всегда. Я точно это помню. Спасибо. Это было всегда... Это то, что отличало вашу студию от всех остальных, потому что у нас было жить чуть посвободнее. Но у вас всегда была жесткая-жесткая дисциплина. Дети просто ходили по струнке. Никакого вообще не было. А расскажите мне немножко, я хотела узнать еще о своих постановках, номерах. Вы же, насколько я знаю, не только танцы ставите, вот Луна пришла в замечательном костюме. Вы его сели сами. Да. Это, можно сказать, и сценический костюм, и жизненный костюм, потому что это сделано из настоящей индийской сари, которой я переделала чуть-чуть по-другому костюм. Это для сценического. А так, так тоже ходят люди на самом деле. И вот решила показывать. Да, очень красиво. То есть хочется сказать, что у нас вот здесь влияние культуры. Беларусь родом из киндзя, как и я. Беларусь к рок-н-ролл. Да. И Луна, Индия, то есть вели вместе. Да. Здесь написано, что вы участвовали в шоу на центральном телевидении. Да. Расскажите немножко об этом. И называлось оно «Я могу». Ну, мы так шутим, что в нашем возрасте мы еще можем. Ну, вот это как раз для нас. Я понимаю маленьких детей, подростков. Да, они могут, и они могут еще учиться. Но мы уже в таком возрасте, когда сказать «Я могу», это действительно, это нам больше подходит, чем у нас, например, младшим. Что было очень интересно. Правда, мы уже ушли с второго тура, поэтому жалко, мы не дошли до финала. Но... Но попали в финал. Но, нет, попали в полуфинал. Полуфинал. Ну, действительно, интересно было на других детей смотреть, одаренных, маленьких, больших, старших. И там по-новому все это сделано. Это самой... Студия прекрасная, сцена. Как снимали. Это было, конечно, своеобразный опыт и интерес. Хорошо. Я бы хотела на секундочку вот зрителям показать то, как вы танцуете и прерваться. Я была у вас в гостях. Вот раскроем такую тайну. Даша была потом при славости. Я была в таком восторге. Она мне очень много про вас рассказывала. Да. И мне очень бы хотелось показать, как Луна меня встретила, как она приготовила просто чудесный стол, где смешались культуры белорусские и индийские. И я побывала на репетиции. И мы посмотрим, как танцевали. Давайте смотреть. Он родом из Белоруссии, она из Индии. Познакомились они в Ленинградском институте культуры. Их объединила любовь к танцам и друг к другу. Поэтому после окончания учебы они стали семьей и танцевальным дуэтом «Энигма». Вместе пара Луны и Юрия Зябкиных уже 25 лет. Например, вот эту часть арки, такая перегородка в восточном стиле сделал я и нарисовал, и сам исполнил. Если говорить о панно, интерьер, то все делаем совместно. Они работают совместно не только над дизайном своей квартиры, но и над созданием индийских костюмов – сари. Яркие индийские платья подходят для выступлений на публике. Нет там утро-вечер или что-то. Нужно – делаем костюм. И отдых может быть утром, а работа вечером. То есть у нас все это идет вместе, сразу, неожиданно и постоянно. В их квартире сплетается индийская и белорусская культуры. Национальные костюмы, концертная атрибутика – в доме царит атмосфера творчества. Ведь не зря говорят, если вы сумеете хобби превратить в работу, вы найдете свое счастье. Я плохо шью, плохо краю, все делает Юра. Я дизайн, да, я могу придумывать. Я традиционно за домом смотрю, готовлю, убираю, но когда шип, вот это делает человек. Ну, как и лучше, все дизайнеры, все мужчины. Обед для мужа, обладательница прекрасного, непривычного для нашего слуха имени Луна, готовит не по индийским и не по белорусским рецептам. Кухня у нее своя, особенная. Например, Юрия – небольшой поклонник приправ, характерных для индийской кухни. Она следит за тем, чтобы не переборщить со стратой. Я люблю чуть-чуть специи, Юра не так очень любит. Я, конечно, люблю острые, он не любит. Поэтому компромисс мы делаем. Конечно, я ем картошку. Вот, например, мы картошку. В индийской кухне картошка используется как овощ. То есть его в сочетании какие-то другие овощи. А белорусское кухне – это как бы основное блюдо, как рис получается. И это как бы салат, такой традиционный индийский, потому что там очень жарко. Это на простокваши и огурцы. В Индии свои традиции. Некоторые Луна соблюдает, некоторые нет. Например, обедают в Индии на полу. Но Луна и Юрий предпочитают трапезничать по-белорусски, за столом. Мы должны сесть на полу, сесть. И, конечно, у нас не в тарелках, а в таких банановых листьях. Они у меня здесь не найти. Поэтому нет. А таких, потому что это одноразовое. И выбрасывается. Луна кормит мужа вкусным ужином из наших белорусских тарелок, внося в каждое блюдо белорусские и индийские ингредиенты. Обычные семейные пары проводят вместе несколько часов в день. Час утром, когда собираются на работу, и несколько часов вечером. Семья Зябкиных вместе 24 часа в сутки. Ведь они не только муж и жена, но и коллеги. Ручки показали. Руки длинные. Юрий Луна руководитель ансамбля современного танца «Модерн» и студии пластической хореографии «Поколение Некст». Инициатором отношений? Ну, наверное, я. Было такое шоу в Петербурге, организованное празднику Нового года. И очень много костюмов было. Но мы были в таких костюмах павловских солдат. И шли по Невскому. И там как-то вот эти отношения теплые, они вот эта вот такая заботливость, она вот как-то больше проявилась. Спустя много лет ничего не изменилось. Они вместе и они танцуют. Честно скажу, у нас нет свободного времени. Вот либо мы над собой работаем, свои костюмы делаем, свою музыку ищем, или вот самодеятельность. Половина занимает у нас творчество, а половина все-таки занимают семейные отношения. Беджамин Боттен произнес когда-то слова, которые как нельзя лучше подходят этой паре. Некоторые люди родились, чтобы сидеть у реки. Некоторых бьет молния. Некоторые живут музыкой, некоторые просто странные. Некоторые плавают, некоторые знают пуговицы. Некоторые знают Шекспира. А некоторые танцуют. Ну что ж, вы знаете, мне кажется, и я, и все наши телезрители просто захотели к вам прийти в гости, поэтому мы, конечно, не скажем им адрес, тем не менее, это просто здорово. Я думаю, как-нибудь надо повторить, но обязательно с моим участием. Я вот так вот в наглую хочу к вам напроситься теперь тоже. Пожалуйста. На самом деле, квартира удивительная. Мне очень понравилось, очень много всяких элементов индейских. Правда, вот меня поразило. Луна, почему, скажите, а почему с белорусским орнаментом одежда висит на балконе? Что? Да. Если вы видели, у нас балкон... Это было совпадение, мне кажется. Там холодно, поэтому белорусское. А там, где тепло в комнате, там индийское. То есть в этом есть смысл. Да, да. Это же не просто так. Хорошо, что вы... Все меня спрашивают, я и говорю. Вы знаете, мы, конечно же, не можем вас не попросить, будьте так любезны, показать нам один из своих танцев всем нашим зрителям, зарядить нас этим утром энергией, и поэтому... Да, мы увидели, как вы преподаете, мы пообщались с вами, и мы бы хотели увидеть все-таки, как вы танцуете, потому что... Обязательно. Пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, уважаемые телезрители, прямо сейчас мы увидим танец от наших сегодняшних гостей Юрия Луна-Зябкина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вы в отличной форме. Спасибо, спасибо, хорошего вам дня. И хорошего вам дня, и успехов в ваших всех делах. Спасибо. Спасибо.